Ты воевал в Сен-Жаре? Да. А девочек оттуда ты похищал? Это был приказ шейха. Мы простые солдаты. Шейхи приказали похитить девочек. Ну а мы подчинились этому приказу. Я приехал в Сирию, чтобы увидеть бойцов ИГИЛ, которые попали в клинк в Ай-Пи-Джи. Я хотел поговорить с ними, чтобы понять их мотивы. Чтобы понять, почему же ИГИЛовцы такие жестокие. Ты убивал людей? Да. Сколько человек ты убил? Девять. Ты их резал или расстреливал? И то, и другое. Кто-то из них заслужил это наказание, а кто-то нет. За что ты их убивал? Потому что они были против нас, они сражались с нами. Сколько людей ты убил? 17 человек. Чем ты их убивал? Саблей. 17 человек. Да. Десятерых в Ираке и семерых в Джила. Где? Давно. За 10 дней до того, как попал в плен курдам. Кого-то убивал? Курдов, арабов, христиан. Да всех, и курдов, и арабов. Я отрубал голову каждому, кто был на моем пути. Потому что они были неверны. Всем не мусульманам, христианам, евреям. Потому что они неверны. Мы кричали Аллаху Акбару и отрубали голову. Мы не разбирались, кого убивать. Мы туда приехали вместе с шейхами. Они сказали, что этот регион курдский, что здесь живут только неверные, а этот регион принадлежит исламскому государству. Ну мы, знаешь, приезжаем, а нам шейхи говорят, что вот этот человек не мусульманин. Ну и мы с двумя напарниками, с саудитом и тунисцем сели, поехали. Поехали в Чайху по имени Аднан. Он жил в небольшом городке в Сирии, где-то здесь рядом. Приехали в эту деревню, зашли в мечеть и взяли в плен троих. Один из которых был вот этот Аднан. Первому мы отрубили голову. А второй сказал нам, я мусульманин, я все соблюдаю и молюсь. Но что тунисец сказал мне, что они все неверные, не мусульмане. Мы начали резать его горло, а потом узнали, что он был набожным мусульманином, и мы отстали от него. Шейхи ошиблись, мы просто так убили человека, он не должен был умирать. Мы воевали против курдов и несли большие потери в боях с ними. Они сражались мужественно. Мы воевали с Иракской армией, да и вообще много против кого. Но с такими жесткими ребятами, как курды, мы не сталкивались. Мы ели наркоту и шли в бой. Наркоту ели? Да. Вам и шейхи давали? Да, они говорили нам, что это таблетки от страха. Они отключают мозг. И поэтому во время боя тебе не страшно. Вам платили? Да, нам давали деньги, оружие, транспорт, все, что нам было нужно. А откуда шли деньги? Саудовская Аравия, Турция, нам много кто помогал. Оружие тоже поставляли? Да, все из-за границы шло. Боеприпасы, оружие, деньги, все из-за границы шло. Тебе нравится Саудовская Аравия? Да, за что мне их не любить? А Турция? Тоже нравится, а их за что не любить? Они поставляли все, что нам было нужно. Даже докторов присылали. Здесь сейчас находятся девочки, которых вы похитили. Ну, кого-то в Шададе направили, кого-то в Масул, кого-то увезли в Ракку. Многих вы похитили. Не знаю, не могу посчитать. Вот скажи мне, если бы кто-нибудь унизил твою мать или сестру, точно так же, как бы унизили езидок, вот что бы ты с ним сделал? Ты бы простил его? Шейхи сказали нам, что они не верные, они не мусульмане. Так считают шейхи из Туниса и Саудовской Аравии. То есть ты будешь просто следовать приказам своих шейхов? У тебя своей головы нет, но они часами обрабатывали нас, промывали нам мозги. И они убедили нас в том, что надо сражаться, надо воевать. И если шейхи скажут, что эти люди неверные, то ты должен идти и сражаться с ними. Твоя семья в Игиле? Мой брат раньше был в Игиле. А сейчас? Его убили. Я был вместе с ним, когда курды пытались взять нас в плен. Но он принял бой, и его убили. Убили? Да, убили. За что же его убили? Потому что он сражался с неверными, с курдами. То есть ты считаешь его мучеником? Так предписано моей религии. А ты в курсе, что я еврей? Еврей? Ну, с ними мы не церемонились. Нам говорили, если ты поймал еврея, то тут же отруби ему голову. Крикни Аллах Акбар, отруби ему голову, и попадешь в рай. Ты меня бы убил. Ну, законы исламского государства просты. Те, кто не переходит в ислам, будут обезглавлены. А тем, кто перейдет в ислам, отрубят руки. Каждый день приезжают тысячи людей из западных стран. Из каких? Из Тунии, Салжира, Ливии, Саудовской Аравии, Кувейт, Египт и западных стран. Ну, там из Германии, из других стран. Кто-то вообще один приезжает и воюет в одиночку. Они начинают орать неверные, неверные, а потом потихонечку приобщаются к коллективу. Антизападно настроенные люди также присоединяются к ИГИЛу. И мы готовим поход на Европу против этих гнилых режимов. И мы надеемся, что ислам будет править миром. Мы против христиан, против евреев и против тех, кто не поддерживает ислам. В основном против западных и европейских стран. Сколько боевиков в Масуле? Много. Они сражаются за тот государственный строй, который они хотят поддерживать. Нельзя вот так понять, кто откуда появился в исламском государстве. Но у нас есть врачи, наемники, снайпера. Вместе с нами сражаются турки. Что-то даже турки. Они в основном инструктора, но многие молодые турки сражаются вместе с нами. Инструктора. Да, очень опытные офицеры. Они отважно сражаются. Мы вместе с ними на передовой.